Еще один вопрос, который стоит задать в связи с катастрофой Вычни. Что может сделать правительство, чтобы ускорить процесс модернизации арсеналов? И как сам премьер Владимир Гройсман оценивает произошедшее в Черниговской области? Давайте посмотрим. Что до причин, это компетенция правоохранных органов. Мы слышали заявки о том, что рассматривается основная версия диверсии. Если вы спросите меня, что я верю в это, я абсолютно это не отключаю, оскільки я считаю, что наши арт-склады, они являются, в том числе, целью нашего врага, который воюет против Украины. Самое главное вопрос, когда это произошло, мы начали сразу мобилизовать все усилия для того, чтобы обеспечить эвакуацию. И самое главное, что рятать жизнь людей, рятать жизнь детей. Я сказал в первый день, когда я влетел на место, что все, что будет рятать, мы отбудуем. Самое главное – это рятать жизнь людей. Поэтому все службы работали злагодженно. И Державная служба из обычных ситуаций, и Национальная полиция, и Национальная гвардия. Все те, что происходило на Арсенале, боролись с огнем и взрывами саме подраздели Министерства обороны. Я понимаю, насколько это больно для людей. Я встречался с людьми, говорил с ними. Насправді, это очень жахливая события. Но наше завдание сегодня максимально быстро сделать разминание территорий и сделать все для того, чтобы восстановить помешкание, которое было уничтожено в последствии этих вибухов. Как правило, деньги в последние часы, до 2014 года, почти не выделялись на то, чтобы утримать и обеспечить безопасность арт-складов. Фактически, с начала российской агрессии войско начало отроджироваться, в том числе и системы безопасности. Мы обеспечили финансирование около 500 миллионов на год для того, чтобы построить систему защиты и, соответственно, проводить защиты на территории, чтобы унеможливить будь-якие такие події, которые мы мали. Но мы понимаем, что если это вопрос диверсии, то это всегда будет мишень, в которую будут атаковать, использующие разные виды оружия. Но, с другой стороны, система безопасности мает быть на належном уровне безопасности. Еще влитку 2018 года проводились соответствующие навчания, проводились соответствующие исследования специальных сил операций в том числе и уроженности этих складов. Фактически, были рекомендации, над которыми Министерство обороны працювало, мы обеспечили финансирование. И на этот склад, на этот арсенал тоже были направлены порядка 15 миллионов гривеней, которые предпочались, и уже 9 миллионов было финансировано именно на эти заходы. Но, как мы видим, этого было недостаточно, и эту работу нужно усиливать, что входит в абсолютный план работы самого Министерства обороны.